Как техника изменит наш мир? Как мы изменимся из-за технологий? Изобретения, устройства и открытия, которые определят наше будущее. Вы смотрите проект Хайтек на телеканале Хабар 24. Я Иван Тулинов, сейчас расскажем о самых свежих и интересных высокотехнологичных новостях. Маск по-прежнему хочет колонизировать Марс. На днях в подкасте Лекса Фридмана вышло интервью с одним из самых распиаренных миллиардеров. Он ответил на вопросы о космосе, криптовалюте, интерфейсах мозг-компьютер, искусственном интеллекте и о многом другом. Илон Маск в интервью сообщил, что для осуществления высадки человека на Марс потребуется 5 лет, в лучшем случае и 10 лет в худшем. Миллиардер уверяет, Starship якобы сейчас является самой сложной ракетой в мире. Она уже прошла статические огневые испытания. Первый полет планируется до марта. Правда, есть вероятность, что его отложат. Также инженеры стараются удешевить доставку людей груза. Как сказал Илон Маск, если они решат начать доставлять людей на Марс сейчас, это будет стоить более 1 триллиона долларов. У команды есть и другие проблемы. Маск хочет основать самоокупаемые грады на Марсе, и это будет стоить целое состояние. Впрочем, у миллиардера есть план. Он собирается построить колонию, которая будет снабжаться едой с помощью подземных гидропонных ферм, которые работают на солнечной энергии. От паралича можно излечить с помощью планшета, искусственного интеллекта и электродов. Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозане придумали способ стимуляции нервов у пациентов, которые перенесли тяжелые травмы позвоночника. Способ позволяет снова заставить обездвиженные конечности функционировать. Это устройство для стимуляции нервов помогает парализованным пациентам снова ходить. Технология протестирована на троих пациентах, нижняя часть тела которых была полностью обездвижена после травм спинного мозга. Мужчины смогли ходить, ездить на велосипеде и плавать. Система включает в себя планшет, импланты для стимуляции нервов и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. В будущем исследователи надеются сделать технологию широко доступной. Люди с травмой позвоночника смогут просто открыть смартфон и выбрать действие, например, ходить или сидеть. Уже через три часа после того, как нейрохирурги имплантировали прототипы устройства для стимуляции нервов в тела пациентов, участники этого эксперимента смогли сделать свои первые шаги. В течение шести месяцев они начали осваивать более сложные движения. Электрические сигналы от имплантатов поступают в позвоночник сбоку. Это позволяет очень точно их нацеливать в нужные участки спинного мозга. Далее алгоритмы искусственного интеллекта подают сигналы для стимуляции отдельных нервов, которые контролируют мышцы, туловище и ног, необходимые для разных движений. Чтобы воздействовать на определенные точки, вам нужно понять, где они находятся. Для этого мы создаем модель спинного мозга и определяем, где находятся нужные нам точки. Затем мы разрабатываем стимуляцию в соответствии с анатомией каждого человека. Ученые трудятся над коммерциализацией технологии. Компания рассчитывает начать испытания примерно через год. Дети для детей. Так можно назвать проект, который создают петропавловские школьники. Они стали авторами электронного учебника по программированию. Пользоваться им смогут ученики с 1 по 9 классы. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Пока родители критикуют современное образование и авторов школьных учебников, сами ученики создают свои версии и пособий для занятий по программированию. Так, чтобы было понятно и интересно сверстникам. Дети смогут научиться работать с блок-программированием в программе Scratch. Эти программы казахстанские школьники начинают изучать уже с 1 класса. Тут мы точно впереди планеты всей. По каждому разделу здесь есть более трех, как минимум, видеоуроков, которые позволят ученику самостоятельно разобрать тему и самостоятельно попробовать попрактиковаться. На начальном этапе знакомства со Scratch, для этого не нужен сверхмощный компьютер и даже интернет, ученики смотрят видеоуроки и выполняют несложные задания. Следующая ступень — это создание игр в Scratch. То есть заинтересованность детей как раз-таки появляется в играх. Создание игр в Scratch раздел. Здесь есть пару уроков, которые позволяют понять и разобрать, как делаются игры. И есть пару примеров, допустим, стрелялки, шашки и футбол. Школьники постарше уже смогут создать лего-робота и запрограммировать его. Третий блок в изучении — язык Python. В планах у разработчиков добавить для старшеклассников блоки по изучению C++ и JavaScript.